Здравствуйте! Здравствуйте! В эфир информационный выпуск Амшипшара. 30 апреля президент Рауль Хаджимба издал указы о назначении членов правительства. Согласно указу главы государства, вице-премьером Республики Абхазия назначен Астамур Кецба, вице-премьером министром финансов Джан Сухнанба, вице-премьером Роман Шоуа, министром обороны назначен генерал армии Мираб Кишмаря, министром образования и науки Адгур Кокоба, министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, министром иностранных дел Республики Абхазия Даур Кови, министром по чрезвычайным ситуациям Лев Квицинья, министром внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба, министром по налогам и сборам Даур Курмазия, министром экономики Республики Адгур Ардзенба, министром юстиции Марина Пилья. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги работы за зимний период обучения и определили задачи на летний период. В расширенном заседании приняли участие руководители ведомства, командиры воинских частей и подразделений, отделов и служб оборонного ведомства страны. В ходе расширенного совещания были заслушаны доклады заместителей министра обороны, командира воинских частей и отдельных подразделений. С основным докладом выступил исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Адгур Квицинья. В своем выступлении он отметил, что все мероприятия, запланированные на зимний период обучения, выполнены в полном объеме, в том числе и учения резервного состава обороны. Задачи на летний период обучения уже поставлены. На достойном уровне были подготовлены и проведены все запланированные мероприятия оперативной, мобилизационной подготовки, занятия по боевой готовности, командно-штабные и командно-штабные мобилизационные учения, тренировки, радиотренировки, в ходе которых отрабатывались вопросы перевода частей с мирного на военное время. Министр обороны Мираб Кишмаре обратил внимание присутствующих на состоянии воинской дисциплины в воинских частях. Было отмечено, что во многих частях воинская подготовка на низком уровне. Работа Сухумского, Гудаутского, Гулрыбшского военных комиссариатов признана удовлетворительной. Необходимо проводить профилактические работы с офицерским составом, для того, чтобы они понимали, какая ответственность лежит на них, отметил Мираб Кишмаре. Наша задача совместно с российской военной базой быть в любой момент готовы. Мы должны постоянно находиться на связи с седьмой войной, с россиянином, относиться к ним с уважением, что эти люди приехали сюда выполнять задачу, которую им поставил верховный блог командующий Российской Федерации. Касаясь вопросов обучения военнослужащих в военно-учебных заведениях России, было отмечено, что необходимо более качественно отбирать кандидатов на поступление. На сегодняшний день в российских военных вузах учатся около 250 наших студентов. Такая статистика не может не радовать. Но огорчает тот факт, что в связи с неуспеваемостью только в нынешнем учебном году было числено семь курсантов. Вот почему необходимо осуществлять жесткий контроль над ходом обучения, успеваемостью и поведением военнослужащих, отмечалось на заседании. Царь Эсмар Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Российско-абхазская картина Владислава Арзенба «Драма-победителя» стала обладателем первого приза в номинации «Война и мир» на московском кинофестивале «Детектив Фест». Это уже третья награда фильма. Ранее в 2016 году он был отмечен наградой на международном кинофестивале «Волоколамский рубеж», также специальным призом 28-го открытого кинофестиваля документального кино «Россия» в 2017 году. Вошел в лонг-лист претендентов на премию Национальной киноакадемии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел-2017». По итогам кинофестиваля «Детектив Фест» режиссер фильма Владислав Арзенба «Драма-победителя» Сергей Русаков получил из рук генерального продюсера фестиваля Юрия Митюшина приз статуэтку детектива «Черную шляпу» знак фестиваля «Диплом победителя». В ответном слове Русаков отметил, что награждение в первую очередь – это признание героя, победителя, первого президента независимой Абхазии Владислава Арзенба, воина, отстоявшего свою землю и заложившего основы государственности Республики Абхазия. Когда вы будете ездить в Абхазию, дай бог, что вы будете кроме Крыма сейчас ездить в Абхазию, знайте, что эта земля была отвоевана, эта страна была создана этим замечательным человеком. В селе Губиде по трассе Хварчала-Губиде завершены строительные работы по возведению подпорных стен. Всего отремонтировано пять участков, общая протяженность всех конструкций около 220 метров. Все стенки установлены на бетонном ростверке, в основании которого заложены буронабивные сваи. Монолитные конструкции впредь позволят избежать оползней на этом участке, которые серьезно угрожали обвалом главной трассы. Работы выполнены подразделением госкомпании Абснергылара, госпредприятием Абхазберегозащита. Их общая смертная стоимость – около 12 миллионов рублей. Средства выделены из российской инвестпрограммы. 30 апреля Абхазскому радио исполнилось 86 лет. За эти годы национальное радио прошло долгий путь становления и развития. Чем сегодня живет Абсуа радио и кто на нем трудится в нашем следующем сюжете. Абхазское радио вещает в эфире вот уже 86 лет. Сегодня в штате Абхазского радио работает более 20 человек. Новости, различные передачи и рубрики. А за ними целая команда – редакторы, дикторы, корреспонденты, звукорежиссеры. Слаженная работа – это всегда большой труд. На Абхазском радио бок о бок трудятся как совсем еще молодые, так и опытные журналисты. Эта эрекация работает на Абхазском радио уже более 30 лет. По ее словам, человеку, который однажды пришел в журналистику, уже сложно ее оставлять. Так произошло и с ней. На Абхазское радио эта эрекация пришла совсем еще молодой. Кама, у нас 10 минут остается до эфира. Я тебе желаю удачного эфира без помех. Благодарю. Я прошла на радио, меня встретил коллектив взрослых тогда людей. И вы знаете, у меня какое-то было к ним уважительное очень отношение. Я потихонечку, шаг за шагом вливалась в этот коллектив. И я вспоминаю ту теплоту, которую они мне отдавали. Как они деликатно указывали на мои ошибки. Как они поправляли меня. И с каким уважением я прислушивалась к их мнению. Главное, что объединяет опытных и молодых журналистов, это любовь к своему делу, стремление внести что-то новое. Несомненно, работа для них является неотъемлемой частью жизни. На радио всегда царит дружеская, теплая атмосфера. И это неизменно отражается на качестве эфира. В эфире Абхазского радио новости. Добрый день в студии Кама Адлиба. Я была совсем юная, когда я устроилась сюда на работу. Я очень довольна, счастлива. У меня замечательный коллектив. Мы все очень дружны. И вообще я не представляю свою жизнь без Абхазского радио, без этой студии. Я по ней очень скучаю, даже в выходные дни. На 90% Абхазское радио вещает на родном языке, но при этом новости дублируются и на русском. Работают несколько редакций. Абхазская, русская, музыкальная и редакции для соотечественников Апсад Гилабжи. Аслан Джопа – студент четвертого курса АГУ. Будущего журналиста направили на практику на Абхазское радио, но работы коллектива ему настолько понравились, что Аслан решил остаться и начать карьеру с должности звукорежиссера. Я попал сюда в практику, проходили с АГУ, и меня направили на Абхазское радио. И я здесь устроился работать, и так и остался. Работаю здесь звукорежиссером. Работа очень нравится. Я сюда прихожу с удовольствием. Утром, с 7 утра у нас эфир начинается. Коллектив тоже очень дружный, хороший. Со всеми сразу нашел общий язык. Главная задача Абхазского радио – донести информацию до каждого жителя страны. Помимо новостных передач, на радио стараются освещать все стороны жизни общества, быт, культуру, историю Абхазского народа. С целью вековечения подвига солдат Великой Отечественной войны ежегодно по всей России в ряде зарубежных стран проводятся международные патриотические акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Акция «Георгиевская ленточка» стартовала и в Абхазии в представительство Россотрудничества. В Абхазии ленточки уже доставлены. Любой желающий может пройти в Россотрудничество и получить ленточку для себя и для тех, кто будет участвовать в мероприятиях ко Дню Победы. Кроме того, волонтеры будут раздавать ленточки в наиболее людных местах. Георгиевские ленточки также будут распространяться через местные администрации. Во вторник 1 мая в Абхазии отмечается праздник труда. Согласно утвержденному Кабинетом министра в Республике производственному календарю, это праздничный нерабочий день. В этот день предусмотрены праздничные и памятные мероприятия. 1 мая исполняется 125 лет со дня рождения государственного политического деятеля Абхазии Нестора Аполлоновича Лакоба. В Сухуми в Гудауте пройдет ряд памятных мероприятий. В Гудауте пройдет митинг у памятника Нестору Лакоба в центре города. 1 мая в селе Аллахадзигагарского района состоится фестиваль армянской музыки. Кроме того, в Сухуми состоится концерт, посвященный празднику труда. А в селе Кутол у Чемчирского района пройдут конно-спортивные соревнования, на которые приедут конники из всех районов Абхазии. В преддверии курортного сезона по распоряжению главы столичной администрации Дгура Харазия в Сухуми началась первая посадка однолетних цветов. После общегородского субботника, проведенного столичной администрацией, около 10 тысяч петуний разных цветов будут высажены только на набережной. Цветы завезены из России. В эти дни сотрудники зеленого хозяйства сажают их в скверики у Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Эта красота будет радовать нас вплоть до октября, говорят специалисты. Все работы будут завершены к празднику Победы 9 мая. В Сухуми открылся барбершоп Топган, который представляет собой самую известную и прогрессивную франшизу на российском рынке мужских парикмахерских услуг. В барбершопе жители столицы ждут профессиональные мастера, высокий уровень обслуживания, брендовые средства для ухода и комфорт. Репортаж Ирэн Джопуа. Согласно концепции сети барбершоп Топган, это цирюльно в классическом старомодном смысле слова, где обслуживаются только мужчины и все пространство ориентировано исключительно на сильную половину человечества. Частичная идея была подсмотрена в Европе, хотя основа восстановлена из концепции русских цирюлин, существовавших еще до революции. Стильное оформление, качественная и удобная мебель, профессиональное оборудование мировых брендов – основные составляющие и визитная карточка всероссийской франшизы. Но главное, чем знаменит Топган – это высококвалифицированные мастера, каждый из которых проходит обучение в профессиональных академиях Топган в Москве и Санкт-Петербурге. Барбер Рашид Фиапшев приехал в Абхазию провести мастер-классы и обучить парикмахеров, которые будут работать в сухумском Топган. Я был направлен управляющей компанией Топган для того, чтобы порадовать наших жителей и гостей столицы с хорошим качественным сервисом, модными стрижками. Я с вами ровно на месяц, поэтому жду всех желающих в наш суперновый барбершоп. Первый барбершоп сети Топган открылся в июле 2014 года в Туле. Более чем за три года география Топган расширилась на 35 городов России, Белоруссию и Казахстан. И вот теперь первый барбершоп открылся и в Абхазии. Расширяется география Топган, но неизменным остается его качество и стиль. Владелец сухумского барбершопа Юрий Мархолия поделился, что давно хотел создать бизнес в Сухуме, а идея открыть барбершоп показалась ему интересной. Это будет модное место, я очень надеюсь. Барбер у нас кабардинец, он является мастером в Академии Топган. И мы как раз и ждем тех людей, которые хотят обучиться этому искусству и будем здесь обучать или даже можем посылать в Академию Топган в Москву и в Санкт-Петербург и принимать на работу. В новом заведении мужчинам доступны следующие услуги. Стрижка ножницами и машинкой, бритье, груминг и стайлинг, опасное бритье, стрижка бороды и усов. В салоне также можно приобрести средства по уходу за бородой и косметику для мужчин от ведущих мировых брендов. Музыкант Анри Гумба один из первых посетителей нового барбершопа. Он признается, что рад открытию такого салона у нас в стране. Я, конечно, пользуюсь услугами таких салонов и, в принципе, без этого и не получается, когда уже волосы, борода. То есть это определенный стиль, определенный подход. И часто бывали какие-то неудобства с тем, что здесь этого нет. Да, у нас есть мастера, но как бы все равно условия ограничены. И теперь вот это в доступе. Здесь также есть продукция, там средства для ухода. Большое внимание в барбершопах Топган уделяется не только качеству услуг, но и комфорту посетителей. Поэтому во всех салонах тщательно подходят к организации зоны ожидания. Не стал исключением и сухумский салон. В распоряжении клиентов всегда свежие журналы, а также кофе и напитки. Для посетителей с детьми предусмотрена зона с видеоиграми. Ирена Джопу, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков возможен туман. Температура воздуха ночью 9-14, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин